На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос, как перевоспитать взрослого человека. Любое дело в нашей жизни мы должны начинать, конечно же, проанализировав или пропустив всю свою жизнь через призму Священного Писания, через Слово Божие, где мы находим те основы, тот фундамент, на котором мы будем строить всю нашу жизнь, все домостроительство и нашего спасения в целом. В жизни любого человека есть определенные такие точки, знаковые, как сегодня говорят, реперные точки, которые меняют его и психологическое состояние, и физиологическое, и, конечно же, духовное. Само младенчество. Мы помним, наверное, как детки, когда рождаются, там, спустя некоторое время, у каждого по-разному, начинают резаться зубы, повышается даже температура. Дети проявляют такую возбужденность и не спят, и не дают покоя родителям своим. Проходит время, зубы вырастают, они чуть-чуть взрослеют. Спустя некоторое время приходит другой период, когда человек становится способным продолжать свой род. Это следующая реперная точка, когда человек начинает осмысливать себя с точки зрения реализации этого генетического наследия, которое в нем заложили его предки, его родители. И через это генетическое наследие, кстати говоря, передается и образ, и подобие Божие, которые человек должен реализовать в течение своей жизни. Далее, спустя время, приходит такой период, который называется, условно говоря, средним возрастом. И дальше, наверное, должно быть сопряжено с мудростью определенной, с опытом прожитой жизни, время старчества. И вот как воспитать взрослого человека? Взрослый человек, наверное, тот, который прошел период отрочества и находится в состоянии зрелого человека. То есть человек с определенным опытом жизни, наверное, в каком-то земном понимании и идеале, с семьей, с детьми. И вот этот взрослый человек иногда может с точки зрения нравственных каких-то норм общества и тем более христианской религии вести несоответствующий образ жизни. От этого страдают и его окружающие, родные, близкие, родители, если они живы, жены, мужья и, конечно же, дети. Но для того, чтобы перевоспитать этого человека, необходимо, ну, скажем, два условия. Первое — это субъективное, это самое главное. И второе — объективное, то есть та среда, в которой он находится. Само понятие перевоспитания как бы носит такую принудительную, скажем так, коннотацию, потому что мы как бы должны заставить человека жить по-другому. Для того, чтобы заставить, можно, ну, с точки зрения каких-то мер и государственных, и социальных, определить формат его жизни, который будет, ну, скажем, соответствовать нашему представлению о том, как он должен жить. Иногда это оправдано, иногда нет. Есть самая главная сторона в этом деле перевоспитания — это субъективное. Это когда человек сам начинает понимать, что то, как он живет, это неправильно. Что от этого образа жизни есть серьезные последствия, которые мешают нормальному существованию, приводят в болезненное состояние его родных, близких, окружающих и тому подобное. И вот как нам заставить? Нам заставить не нужно. Мы можем, как христиане, молитвой, в первую очередь, воздействовать. И второе, рождающееся от молитвы средство — это любовь. Когда мы читаем Священное Писание, мы встречаем такие слова, «как узнают, что вы мои ученики, — говорит Господь, — когда будете иметь любовь между собой». Вот это самое главное условие. Ведь любовь, она как раз и является той силой, которая дает человеку почувствовать присутствие иного мира, иного бытия. И мы, как вот моталек на свет летит, мы все тянемся к этой любви. И для того, чтобы перевоспитать человека, вот объективная среда — это любовь его родных и близких. В первую очередь, самых близких. Вот она должна дать ему вот этот толчок внутреннего осмысления, что на церковном языке называется покаянием. И отсюда будет следствие, перевоспитание. Вот если он поймет, что он что-то делает не так и захочет, вот тогда мы должны ему помочь в этом. Но расположить его к осознанию этого мы должны, еще раз подчеркиваю, как христиане, как ученики Христова, своей любовью, своей заботой, своим теплом. Вот так мы должны воздействовать на наших родных и близких. Потому что насильственная такая теория, скажем, перевоспитания, она, наверное, имеет место быть с точки зрения наших государственных структур, там, каких-то социальных институтов, но не с точки зрения христианских. Мы должны, как христиане, в первую очередь, своей любовью, своим теплом и своим образом жизни, в первую очередь, показывать, как нужно человеку жить. Пример. Помним слова самого Спасителя. «Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем». И вот если мы в своей жизни будем использовать и не только, так сказать, держать в памяти, но и реализовывать в своей жизни эти слова, учиться от Христа и показывать, что мы именно так живем, кротостью и смиренным сердцем, то люди перед этим светом, перед этим смирением, перед этой кротостью просто не устоят. И тогда придет вот этот мир и покаяние для наших людей, которых мы хотели бы перевоспитать. Примером собственным мы будем перевоспитывать наших родных и близких. И с Божьей помощью, которая к нам приходит по нашим молитвам о их здравии и душевном и телесном.